Сольный танец Хореографы-постановщики балета, студенты ГИТИСа Дмитрий Четин и Александра Кокшарова. Работа над двухактным спектаклем по сказке Джани Радари началась еще в сентябре. Мы были уже на учебе в Москве, поэтому отправляли видеоматериал в каких-то отдельных номеров. И большая работа лежала на педагогах, потому что они снимали с видео хореографию и переносили на детей. До премьеры осталось всего два дня. Репетиции идут каждый день с раннего утра. Уже готовы красивые яркие костюмы цветов, овощей и фруктов. Постановка обещает быть яркой и по-настоящему сказочной. Партия сложная. Когда нам переносили постановщики, мы даже где-то боялись, что мы вообще это не сможем одолеть и придется что-то очень сильно переделывать. Потому что даже мы, бывшие артисты балета, и то мы скакали, и у нас не справлялось дыхание даже с некоторыми партиями. Самые сложные партии у солистов. Они занимаются уже несколько лет и поэтому справились с трудностями с блеском, говорят преподаватели. Улыбчивые и обаятельные Насте Леонидовой доверили за главную партию Чиполином. Он очень такой веселый и задорный. Он хулиган вообще. В спектакле будут задействованы больше 200 учеников школы ФУЭТЭ от 3 до 16 лет. Для школы это уже второй балетный спектакль на большой сцене после Белоснежки в прошлом году. Хореография Чиполина – это классика, адаптированная для возраста и уровня подготовки учеников, говорят постановщики. На лексику, на образность, образность выраженная через пластику, на основе классического танца. Потому что такую полностью классическую лексику пока, думаю, что пока, мы еще не можем охватить, потому что дети очень маленькие. Премьеру детского балета Чиполина учащиеся школы классической хореографии ФУЭТЭ покажут 9 и 10 мая на сцене Театра оперы и балета.